Итак, дорогие друзья, сегодня у нас такая распаковочка гибридной гитары. У меня сегодня день рождения, поэтому вот у меня такой подарок сам себе решил сделать. У нас это Any Next G, первая генерация, это у нас треноги. Треноги, сказал. Подставка для гитары, зарядные две, они шли в подарок, поэтому распакуем их чуть позже. Начнем с нашей трансакустической гитары. Если проще, то это у нас смарт-гитара. Хотел взять гитару от Lava Mi, но они стоят как чугунный мост. В принципе, эти тоже недешевые гитары от Anya, но они делают качественно и частенько бывают даже скидки, если брать не на Алишке. Интересно запаковано. Так, и вот она у нас в кейсе в таком маленьком. Она должна быть миниатюрная и одно из преимуществ, то что она выполнена из карбона, то есть из углепластика. Судя по кейсу, кейс реально дорого-богато выполнен. Не знаю, видно тут или нет. Да, сегодня решил не тащить бандуру сюда вниз. Да, кстати, вот тут, по-моему, даже... Нет, ручку все-таки... А нет, можно даже при желании, наверное, ручку сюда переставить. Слушай, сумка... Короче, гитару распаковывать не будем, с сумкой и так все понятно. Будем таскать сумку. Ладно, посмотрим, может быть, что-то тут у нас... Да, тут у нас даже что-то лежит. Это у нас, наверное, стрэп-локи для самой гитары. Там вроде бы как этого чехла можно на гитару одевать... На гитару одевать ремень. Так, все дополнительные плюшки повытаскиваем. Провод зарядки, документация и каким образом это все у нас коннектится. То есть, в принципе, можно даже и микрофон свой законнектить. Круто. Я взял бюджетную модель. На другую мне не хватило, увы, но... Так, еще один кабель. Слушай, балдеж. Тут такой по типу дешевенький велюр. Или не дешевенький. Как подарок самому себе классная штука. Тут у нас такие силиконовые штуки. Это чтобы влага не попадала. Можно, в принципе, продолжать носить. Да, выглядит она странно. Она, во-первых, миниатюрная. Во-вторых, у нас ручка отсоединяемая. Ручка. Рожек выполнен, скорее всего, из карбона. В моем случае, это белая версия. Я думал брать синюю, но синей не было в наличии. Поскольку, я думаю, они уже прекратили производство первых. Поскольку они уже производят вторые. То есть, есть вторая версия этой гитары. Но стоит она, опять же, как чугунный мост. Там уже можно подумать, брать ли ее или Lava Mi. Тут же у нас гитарка уже подешевле, но по качеству как новая. Поскольку, я думаю, выполнена плюс-минус из тех же материалов, что и новенькая. Вот так вот она выглядит. Это у нас такой динамик умный. У нас специальная резиновая подкладка, скорее всего, под ногу. Поскольку, скорее всего, пластик будет скользить. Тут у нас место для вот этой вот штуки. Слушай, классно выглядит. На видео, наверное, не передашь. Кстати, кто-то говорил, что тут что-то. Какие-то струны заводские. И у нас гитара идет уже с профессиональными струнами. То есть, это у нас DADARIO. DADARIO XS или X5. То есть, струны можно не менять. Да, эту штуку аккуратно получается снять. Очень редко. У нас есть ножик. В этом случае тоже аккуратно не получится. То, что стоит DADARIO, это хорошо. То есть, она не звучит, да? Круто. Единственный минус, что придется каждый раз вот эту ножку снимать. Предполагаю, таким образом. Причем, ее надо будет еще вкручивать. Я так предполагаю, что вот эти вот шарниры у нас тут идут. Один маленький, другой большой. Наверное, большой у нас идет вниз. Скорее всего. Или, как говорится, конечно. Конечно. Надейся. Все наоборот. Это у нас сюда. Сюда же у нас пойдет ремень. Да. Я думаю, похожая штука у нас на электрогитарах, как бы под стрэп-локи. По стилю, по крайней мере. То есть, таким вот образом. И она у нас готова. Фантик можно снять. Она еще и играет. Короче, гитару надо отложить. Нам надо поменять локацию, чтобы дальше продолжать. Поскольку тут у нас реально какой-то бардак получается. Распакуем мы с вами нашу подставку. Классная штука, если есть вариант взять с подставкой. Сколько-то у нас... Это у нас зарядная подставка. В моем случае у меня одна черная, одна белая. Вот так она все поступает. Тут даже если сравнивать версии, черную или белую, тут даже ножки отличаются по цвету. Так, судя по всему, две короткие у нас идут спереди. Накручивать приходится много. И тут у нас Type-C вход. В отличие от... В отличие от самой гитары, подставка у нас из пластика. Ну, судя по всему. Но выглядит действительно стильно. Особенно приятно, что даже ножки другого напыления. То есть, у нас они такие темные, мокрые асфальт, что ли. В белой версии они у нас просто серебряные. А тут они у нас таким вот образом выполнены. Вот, не обращая на бардак. Вот таким образом это все будет выглядеть. И если вот на черную подставку поставить, то на черной подставке выглядит все не очень. Не так, как на белой. Да, еще главное не промахнуться. Тут пазы надо. На пазы обращать внимание. То есть, это у нас транс-акустическая гитара. Получается. Ну, классно, что. Можно ее не убирать в чехол, поскольку есть вот такая вот ножка. Ну, черную ножку, наверное, придется обратно в коробку убирать. Спасибо.